В эфире программа «Дилетанты» на своем месте, пятница, и мы продолжаем рассказывать об апрельском номере исторического журнала «Дилетант». На прошлой неделе с Алексеем Бенедиктовым начали говорить о революции «Гвоздик». Это основная тема номера. Сегодня продолжим. Я Идар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович. Добрый вечер. Сегодня в гостях эксперт фонда «Карнеги» и автор книги «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Александр Баунов. Александр, рад вас видеть. Да, еще раз здравствуйте. Да, добрый вечер. Сегодня у нас были передачи о «Втиранах», о Салазаре, были о других, и о черных полковниках у нас было, и о Франко была передача. Но все-таки, собственно, революция 1974 года. Что там такое произошло с режимом, который тихо как-то поднимался? И когда я читаю, что сколько у него там, 9% бывало прироста экономического, вроде так все хорошо. Ну, какие-то беды социальные были. И вдруг, причем сменился режим на Каэтану с Салазара 68-го года. И вот пять лет режима, и вдруг такое происходит. Что же там, как же шел к этому, собственно, Салазаровско-Каэтановский режим, Александр? Ну, это надо все пересказать от начала до конца. Ну, это понятно, да. 9% было не в тот момент, когда была революция. А это когда? Ну, правда, и краха никакого экономического не было, как минимум. Да, да. Так что же там происходит? Больше того, у них это же, ну, такой момент, смотря. На каком приближении мы будем... А от чего можно отчитывать? Какой зум, скажем так? Да, да. Ну, давайте глубину резкости тогда установим. Вот с какого момента можно отчитывать, собственно, движение к краху? Движение к краху, движение к перевороту, движение к революции гвоздик. И была ли она неожиданной? Особенность истории Франка и особенность истории Салазарова состоит, собственно, в том, что книга называется «Конец, а не крах», по этой причине. Что начало конца отстоит очень далеко от самого конца. И люди, которые присутствовали при начале конца обоих режимов, не могли себе представить, что они продлятся так долго. А заметили они, что дело идет к концу? Нет, они, конечно, ловили разные признаки, и, так сказать, в случае Франка, и болезней физических, и немощей. И вообще люди дряхлели на глазах, начиная с этого, да, в случае, там, то есть он и так был человеком не суперактивным, очень мало ездил, очень мало выступал, очень мало общался, тоже все больше замыкался. Ну, по большому счету, крах можно было предположить сразу, более-менее по итогам Второй мировой войны. Второй мировой войне победили рыночные либеральные демократии и коммунистические диктатуры. Режимы Франка и Салазара не относились ни к тем, ни к другим. То есть они не выглядели как победители. Ну, коммунистическая диктатура на момент окончания мировой войны была одна, Советский Союз, но немедленно по итогам войны добавилось еще клонов небольших. В Восточной Европе, в Азии, в Китае. Ну, да. А режим Салазара и Каитана больше был похож, конечно, на корпоративистские, правые, право-националистические, консервативно-революционные режимы, ну, собственные, которые были представлены в лагере проигравших. Гитлер, Муссолини, Хорти, Антонеску. И вот на что они были похожи. Вот тогда и казалось, что им пришел конец. Но конец не приходил. А он не пришел, да, не после этого еще. И после этого? То есть подержались 25 лет. И та же самая Португалия, та же самая Португалия была среди основателей НАТО. То есть она входила в Атлантический блок, она входила в систему, в систему государств атлантических, и занимала там какое-то определенное место. Не ведущее, конечно, но какое-то достаточно прочное место. Ну да, Салазару повезло, но это у этого исторические порни. Дело в том, что на Пирмейском острове две страны, которые периодически сливались в одну. Естественно, сливались они в одну, ровно так же, как слилась в одну Испания и Каталония, Испания и Арагон, то есть Кастиль и Арагон, вернее. То есть крупный поглощает меньшего. И всегда была угроза поглощения Португалии и Испании, ну, потому что разница между испанским и португальским языком в общем не больше, чем между испанским и каталонским. Поэтому еще очень давно Португалии ориентировалась на Великобританию, просто чтобы был какой-то противовес сильному соседу. Но это еще в наполеоновские времена. Ну, начиная с наполеоновских времен, даже раньше. И вот чтобы, так сказать, на шлейфе, по инерции этой традиции, когда в середине войны после Сталинграда стало ясно, что исход войны уже не предрешен, как казалось. Вот первое. Португальцы отдали, вернее так, сдали в аренду союзникам базу на Азорских островах, потому что самолеты были не такими, чтобы летать через Атлантику. Без пересадки, вообще без оправки, подводные лодки, самолеты это было нужно. И вот так получилось, что диктаторская Португалия, чей лидер, в общем, чья риторика не сильно отличалась, ну, за исключением, может быть, вот расовой теории, которые, собственно, кроме нацистов никто и не разделялся в фашистских европейских режимах. Это такая немецкая специфика была. А во всем остальном сходства было довольно много именно с фашистскими режимами. Внутреннее. Тем не менее, внутреннее, да, по устройству, по всему. Если у вас правое консервативное корпоративистское государство, которое противопоставляет себя либеральной демократии этим самым либеральным ценностям, ну да, в итоге получается, если одна партия, один лидер, вооруженные типа САА, чего-нибудь еще вооруженные, Португальский легион в зеленых рубашках, вертикальная система воспитания молодежи от пионеров через комсомольцев до, собственно, партии. Проговорилось, что к концу режима, например, вся эта структура находилась в кризисе серьезном. То есть загнать людей в молодежную организацию режима было невозможно. Там никого практически не было. Насколько была изолирована политически, я бы сказал, и культурно изолирована Португалия? Был ли режим, ну да, традиционные ценности, клерикализм вполне явственный? Да, это был клерикализм, в частности, да. И этим, кстати, Испания и Португалия отличались, например, все-таки Германии, потому что германский режим нельзя назвать, что нельзя назвать клерикальным. Нет, ни в коем случае, нет. Тут все-таки имеется в виду более такой традиционный вид консервативных диктатур, но с чертами фашистского государства, я еще раз говорю, с конституцией, где, в общем, механизмы диктатуры были прописаны достаточно откровенно, вот, с той разницей, что в Испании захват власти произошел в некоторой диктатуре вооруженным путем, в Италии путем, ну, такого, угрозы уличного насилия, да, когда фашисты в конце 20-х, в общем, как советы большевистские, фактически создали параллельные структуры власти и поставили политический класс короля и, так сказать, старую политическую элиту, парламент, правительство перед фактом, что если власть не будет передана им в результате компромиссного соглашения, они просто ее захватят. В Португалии, наверное, в этом отношении она больше похожа на Россию, потому что приход диктатуры к власти был максимальным миром, даже в некотором смысле постепенным, то есть не менялось название государства, не менялся флаг, государство продолжало оставаться формально, так сказать, в международном аспекте Португальской республикой, точно так же, как и в Испании в начале 20-го века, да и много где по миру прокатилась волна отмены последних монархий от Китая, Ирана, России, там, Пстро-Венгрии, Германии до, собственно, вот Испании и Португалии республики возникли в первые десятилетия 20-го века, и вот эту молодую республику, тоже молодая диктатура, она из нее вылупилась, она не отменяла институты республики, а применяла их к себе, она подменяла их собой, если угодно. В этом отношении действительно похоже на развитие российского режима, где формально мы продолжаем, ну, вот, по крайней мере, до 20-го года, серьезно. Ну, да. В конституции мы живем в республиканских вот этих декорациях, у нас лет 90-х, да, мы вообще-то до 20-го года жили в конституции Бориса Ельцина, которая была, конечно, суперпрезидентской и так далее, но, конечно, писалась совершенно не для того, чтобы превратить Россию в персоналистскую диктатуру. Вот, и точно так же Тугальская республика, но не хватало полномочий диктатору Антонио Севазару, и он, так же как вот нацисты провели чрезвычайные законы после прихода к власти на таких вот выборах своеобразных, с элементами тоже запугивания, впрочем, политического класса. Он провел референдум и, собственно, когда я сказал, что институты республики сохранились, они сохранились, но внутри этой республики была создана новая формация, новый политический строй, который назывался новое государство. И, собственно, это и было названием политического строя, политического строя Португалии. Александр, скажите, пожалуйста, там же был президент. Президент во всех лентах и звездах был адмирал бывший, был президент. Какова была роль президента? Чисто декоративная, потому что все делал премьер-министр, сначала Салазар, потом Каэтану. Ну, там, значит, новое государство предполагало, во-первых, однопартийность. В некотором смысле там даже периодически, в отличие от Испании, где Франко был строгим противником всякой партийности, потому что партийность, по его мнению, довела страну практически до коммунистического переворота и до гражданской войны. В Португалии, в общем, то есть это в чистом виде вот эта самая электоральная диктатура, электоральная автократия. Там проходили выборы регулярно, парламентские и президентские. Немножко менялись сроки, но в целом соблюдались каденции четырехлетние. Раз в четыре года избирался парламент, и раз в пять-семь лет избирался президент. При этом, в парламенте, впрочем, при этом, как бы это сказать, система, вот помните, был такой проблемой восьмого года, как решить в России в 2008 году. Да-да-да. Вот Путину надо уходить, и что такое сделать. Впрочем, проблема Ельцина была, во второй половине его пребывания в власти, в второй половине 90-х, тоже рассматриваешь разные варианты, и среди этих вариантов было превращение страны в парламентскую республику. Ну вот, собственно, изначально Португалия была такой парламентской диктатурой, где, в отличие, опять же, от Франка, где глава режима был главой государства, в Португалии глава режима был главой правительства. Ну, мы понимаем, что в диктатуре это как бы и не имеет большого значения, потому что кто там помнит, кем был не Ленин или Сталин, главой правительства или главой государства. Ну да, Сталин писался вообще просто даже секретарь, очень часто писался. Да, тем не менее, да. Не генеральный, а просто секретарь. Где лидер, там и власть. Ну вот, конкретно за случай Португалии, в отличие от Испании, это ближе к итальянской модели, лидер режима фашистского такого типа был во главе правительства. Правительство формировало партия, которая называлась Национальный Союз. Этот Национальный Союз выставлял, значит, система была мажоритарная, Национальный Союз выставлял кандидатов в каждом округе, в каждом округе его кандидаты побеждали. Таким образом... Без альтернативные были? Нет, периодически они были альтернативные. Вот в этом отличие, опять же, серьезной Португалии от других фашистских режимов. И по этой причине, и, собственно, она в этом отношении больше походила, опять же, на современную Россию или на некоторые режимы народной демократии в Восточной Европе, особенно в начальном этапе, когда выставлялись... Ну да, в ГДР были КДС даже... Да, да, другие какие-то крестьянские партии, вот и в Чехословакии там на начальном этапе, и в ГДР до конца ее существования были как бы другие партии. А для чего, Александр, это нужно было? Для легитимности? Ну, во-первых, для легитимности, во-вторых, так исторически сложилось. Ну, опять же, Португалия не полностью... Ну, и Испания, и Португалия были нейтральны, но Португалия была несколько более нейтральна, чем Испания. То есть португальцы тоже, португальские добровольцы тоже воевали вместе с вермахтами, вместе с итальянцами, и португальские добровольцы воевали в Испанской гражданской войне. Но в целом Португалия внешнеполитически была более сбалансирована по разным причинам, в том числе потому, что она была настоящей империей. То есть у нее были огромные заморские владения, которые в десятки раз превосходили территорию митрополии. Она сильно экономически была связана с Бразилией, которая даже не рассматривалась как бывшая колония, а как бывшая митрополия тоже, потому что, напоминаю, что центр португальского государства в эпоху наполеоновских войн переехал за океаном. То есть представим себе, что английский король переместился в Соединенные Штаты. Вот примерно то же самое. Поэтому им очень важно было не быть отрезанным от морей, от океана. И при этом крупнейшими морскими державами даже в эпоху расцвета силы и могущества континентальной нацистской Германии все-таки были Великобритания и США. Поэтому бросить вызов Великобритании фактически означало остаться без связи со своими вот этими заморскими владениями в Африке, в Азии, в Юго-Восточной Азии. И поэтому они так открыто не разрывали отношения. А чтобы не разрывать с английским, американским миром, а чтобы не разрывать с ними отношения, в частности, нужно было более тщательно имитировать демократию. Особенно после войны. Поэтому, опять же, в отличие от франкистской Испании, были возможны периодически, потому что там были колебания, протесты на улицах, то есть были какие-то оппозиционные движения, которые могли выводить людей. Особенно после войны, когда была легкая такая оптика, могли выводить людей на улицы, могли выставлять кандидатов на выборы, не в виде партии, оппозиционных партий как таковых не было. А были, ну, как бы электоральные блоки, союзы, которые вот каждым выбором оппозиция как-то пыталась сорганизоваться и выставить кандидатов в разных округах. Иногда во всех по стране, ну, их там было несколько сотен. Иногда не во всех, но во всех она всегда проиграла. Насколько режим был репрессивен? Понятно по отношению к коммунистам, да? Он был репрессивен не только по отношению к коммунистам, он был репрессивен по отношению к социалистам, по отношению к либеалам, по отношению к несогласным священникам. То есть он был репрессивен, по сути, по отношению ко всем, кто был с ним несогласен. Главное, он был репрессивен по отношению к собственным колониям, к собственным заморским владениям, где последние 15 лет своего существования Португалия вела довольно жестокие войны. И в Анголе, и в Линею, и в Мозамбике. Вот 60-е годы, это ведь рубеж 50-х, 60-х. Это такое, как до Мино попадали колонии, особенно африканские. Попадали у всех, ну, почти у всех, кроме Португалии. Как Португалии удалось сохранить Анголу, Мозамбик, Линею? Ну, именно потому, что она не была, собственно, демократической страной. Мы иногда сейчас, особенно в современном российском нарративе, такая странная конструкция возникает, что были такие ужасные западные колониалисты и империалисты, а был такой, буквально мы возвращаемся в данный момент, прямо на глазах у нас этот советский идеологем о том, что Советский Союз чуть ли не освободил Африку. На самом деле, ну, после войны, там, после определенных попыток удержать свои заокеанские, заморские владения, атомные страны, как раз будучи демократиями, осознали, что ты не можешь, ну, так сказать, представлять мир свободы, держа в рабстве других. Поэтому огромные волны вот этих мирных деколонизаций, мирных освобождений, плюс давление Соединенных Штатов, которые было, так сказать, всецело поощряли деколонизацию. И поскольку Соединенные Штаты были главным экспортером безопасности в Европу после войны, то есть Соединенные Штаты защищали западную свободную демократическую Европу от Советского Блока на Востоке Европы. А, так сказать, движение советских армий с Востока на Западе Европы было совершенно не литературной какой-то утопией, а рассматривалось вполне себе реальной опасностью, реальным риском. Больше того, он в граничном масштабе реализовывался в случае Ленгрии Чехословакии. Ну, правда, линия Ялты никогда не пересекалась, но, тем не менее, страх был. Соединенные Штаты этого страха Европу защищали, и Соединенные Штаты очень сильно давили на европейские столицы по части деколонизации. То есть в этом отношении СССР и США были как бы тактическими союзниками, или, наоборот, стратегическими. Ну, стратегическими, все, да, каждый по-своему. Радикализация разная, да, была. Поскольку Португалия гораздо сильнее, будучи государством недемократическим, ну, диктатурой, с довольно, так сказать, которая не соблюдала тех норм и правил, которые были приняты в Западном мире, несмотря на свое членство в НАТО, ну, так бывает, вот Турция тоже сейчас у нас член в НАТО, она некоторые нормы явно соблюдает гораздо, и толкует гораздо более свободно, чем западноевропейские страны. Но поскольку есть холодная война, есть общий противник, ну, что ж мы будем их выгонять, раз взяли. Испанию сразу не взяли, там так вопрос не стояло. Поскольку Португалия была с самого начала в НАТО, ну, то есть к ней относились, конечно, как внутри НАТО, Анфант и Рибль, но периодически в НАТО подали и другие диктатуры, вот Греция была диктатурой в течение семи лет, Турция периодически, в Турцию приходили военные режимы к власти, их все-таки сразу не изгоняли из блока, который формально считался блоком по защите, в общем, демократии, вот, не демократии. Тем не менее, ну, исходили из того, что эта ситуация не финальная, и рано или поздно эти страны придут к каким-то демократическим нормам, что, собственно, в случае Португалии произошло в 2004 году. Да, Португалии произошло, да. Вот перед перерывом Айдара есть вопрос по Санкт-Петербургамскому режиму. Наверное, этот вопрос, да, я просто хотел сказать, что вот мы подходим с вами к революции гвоздик, потому что именно оттуда ведь все и началось, из этих колоний, да, из этих войн, и повылазили, собственно, те самые полковники, которые возмуслились. Капитаны, капитаны в Греции. Капитаны, конечно. Капитаны, максимум майор. Ну, об этом, я думаю, после рекламы можно поговорить. Да, я один генерал, да. Я вот что хотел спросить. Насколько мы еще вернемся и к колониальным войнам, которые были, судя по всему, все-таки роковыми для режимов Салазарка и Тану, и я бы хотел вернуться вот в культурном отношении, в отношении культуры, насколько была закрыта Португалия, то есть насколько молодежь могла следить за тем, что происходит, а происходило безумно много, особенно в 60-е, начало 70-х, насколько позволялось было, в отличие от того же тоталитарного достаточно Советского Союза? Ну, во-первых, в Португалии были свои колебания. Вот так же, как и в Испании. Режим, ну, мы, опять же, наблюдаем на примере собственного, он, будучи возглавляем одним и тем же лидером, не всегда однороден. Одно дело в Португалии сразу после войны, когда нужно было изображать принадлежность вот к этому западному миру, который вышел победителем с мировой войны, другое дело, когда в 50-е действительно власть Салазара зашаталась, и он, ну, так сказать, усилил репрессии. Усилилась война, обострилась, и можно было, например, меньше церемониться с оппонентами слева. Поэтому коммунистов действительно пересажали. Это самая репрессируемая политическая сила. И на это, в общем, не то чтобы закрывали глаза, считались политзаключенными, тем более в самой Европе были часто левые правительства у власти, но, тем не менее, за это не били так уж больно. Потом, когда, собственно, вот спрашивали про пост президента, у президента было полномочия, были полномочия уволить, собственно, как и в России, и премьер-министр. И когда Путин был премьер-министром, это вот была та самая коллизия, та самая, так сказать, нервозность, натянутость в отношениях, потому что, да, вроде бы тандем, но один из членов тандема имеет право уволить другого. Президент был декоративным в Португалии, как это часто бывает в парламентской демократии, в современной Германии, пожалуйста, есть президент, которого никто не помнит часто, как зовут, в отличие от канцлера, ну и так далее. Тем не менее, у него была вот такая возможность, хотя это было несколько, было бы вызовом политической системе, и вот в 50-е Уберто Делгадо, бывший член именклатуры, тоже генерал, военный, военные имели такую политическую субъектность в Португалии, он вышел на выборы, в тот момент выборы президента были прямые, с программой уволить Савазара, и набрал 25% голосов, вероятно, он даже 27%, он набрал их, видимо, больше на самом деле, но, естественно, был объявлен врагом и так далее, в общем, ему пришлось укрыться в бразильском посольстве, потом уехал в Бразилию, потом в Бразилию он основал некую демократическую партию, и потом его убили португальские спецслужбы на испанской территории, его выманили в Испанию, как бы на встречу с некоторыми военными противниками режима, что было логично, он знал, что в армейской среде есть противники Савазара, и спецслужбы португальские ПД, вот эта знаменитая, вообще говоря, Франко сильно опирался, больше всего опирался на армию, и, ну, некоторые структуры, типа вот Паланги, да, вот партию с фашистским анамнезом, такую авторитарную, тоталитарную в прошлом партию. Хотя и достаточно подозрительно к ним относился, как там Палангу, он очень сильно перетряс в свое время. Он ее перетрахивал и перетрахивал, да, понятно, естественно, зачем ему сильная партия, сильнее, чем он сам, но, тем не менее, она была одной из опор. А Португалия больше, португальский режим больше опирался на спецслужбы, вот на эту самую политическую полицию ПД, которая, собственно, такую спецоперацию и провернула, то есть на бывшего кандидата в президенты, который набрал неожиданно много, у которого действительно была серьезная поддержка, чья программа состояла в том, что он волит Савазара с поста премьер-министра, как только выиграет выборы, у которого была зарубежная поддержка, потому что эта ситуация была крайне дискомфортна, вот иметь в своем, в составе вот этого НАТО, вообще в своем оборонном контуре, иметь диктатуру классическую, там, унаследованную еще от временного фашизма, все это было крайне неприятно для западных союзников Португалии, поэтому они, конечно, предпочли бы там видеть что-то более похожее на себя. И вот была спецоперация, его вытащили навстречу с якобы этими высокопоставленными португальскими военными, недалеко от испанского-португальской границы, с испанской, естественно, стороны, он в страну въехать уже не мог после своей эмиграции, и там его убили, вместе с его тогдашней спутницей бразильской, и убили, так прикопали, и, в общем, и забыли. Потом крестьянин испанский на своем поле весенними пылевыми работами начал заниматься, эти тела отошел, их опознали, в общем, это довольно чудовищный скандал. Это в каком году было, Александр? Это 1962. 62-й. Да, и после этого мне, только Португалии начали гораздо хуже антаситься. И, соответственно, не, 65-й, 65-й даже. И, соответственно, последние 10 лет существования режима, вот, казалось бы, да, 65-й, 60-й, в Испании как бы некоторая, ну, дететалитаризация происходит. Да, Испания с конца 50-х до, примерно, начала 70-х, более приличная страна, хотя все равно тот же Франко, все равно политзаключенные, все равно, ну, все равно проходят некоторые реформы, вот, экономические, прежде всего, но и правовые права, в некотором смысле, обособляются от этого авторитарного государства, от диктатуры, то есть возникает некая область права, не полностью зависящая от диктатуры, а вот в Португалии этого не происходит. Португалия, которая изначально, благодаря вот этим демократическим декорациям, вроде выглядит прилично, к середине 60-х годов, из-за убийства Делгаду, ну, главного пизоджара убить неприлично, из-за того, что сидит очень много в тюрьмах политзаключенных, из-за колониальных войн, которые начались примерно тогда, что в зенит колониальных войн, как раз входит, и в второй половине 60-х, она попадает внутри западного лагеря в такую серьезную изоляцию, то есть это, ну, так бывает, да, нам кажется, что в конце концов, та же Южная Африка, времена Портуида, она формально антикоммунистическое государство, там, по части холодной войны, она как бы на стороне запада, но она настолько нехороша, что ее начинают изолировать внутри своего запада. Вот, собственно, то же самое происходит в Португалии, в второй половине 60-х. И это начинает не нравиться много кому. Ну, во-первых, молодежи, потому что этот уже очень постаревший Салазар со своими вот этими клирикальными ценностями, он вообще семинарист. Вот к Сталину, да, он заканчивал духовные учебные заведения, а потом уже экономист. Но церковь-то в это время изменилась, прошел Второй Ватиканский собор. Да, а церковь в конце 50-х, на рубеже 50-х, 60-х поменялась. Они решили, что им не нужны любые консервативные, католические, христианские ценности любой ценой. В частности, если ценности вот эти самые христианские и консервативные провозглашает власть, политический режим, который параллельно не дает людям свободы, так сказать, свободу слова угнетает, репрессирует своих граждан, ведет войну, вот такой ценой сказала католическая церковь вот при Иоанне 23-м и при Павле 6-м, соответственно. Нам такие не нужны союзники. То есть они оказали... Это разительно отличается от того, как, например, общался с Салазаром Пий 12-й до 58-го года. Да, да. Нет, там все как раз все устраивало. Лучший сын, португальцам повезло, вот такой руководитель и должен быть. Вот до этих пап Ватиканского собора, в принципе, ну, сколько от имени церкви выступает папа, по крайней мере, официально Курия это устраивала. Понятно, что внутри церкви были самые разные мнения, и епископы, и архиепископы придерживались разных мнений, и уже была теология освобождения Латинской Америки, которая гибрид, так сказать, Евангелие и Капитала Маркса, да, и христианство, и коммунизм, и все было, но действительно официальная позиция церкви по отношению к диктатурам изменилась на рубеже 50-х, 60-х. Диктатуры были очень обижены, им казалось, что церковь, которую они защищали от коммунистов, от либералов, от всяких вот сторонников всякого безобразия, типа разводов или жизни пар вне брака, невенчанных, так сказать, всяких нетрадиционных семей, и тогда вот это считалось нетрадиционной семьей, прежде всего, семья, которая живет вне официального брака, тогда речь шла об этом, об этой угрозе морали и нравственности, и вот, и вдруг церковь их предала, и появились, заключенные священники, появились священники, которые помогали оппозиционерам, появились монастыри и церкви, на территории которых проходили профсоюзные, ну, тайные собрания, как, кстати, в Польше потом, на рубеже 70-х, 80-х, собрания независимых профсоюзов, вот, чьим прикрытием, опять же, монастырей и храмов пользовались оппозиционеры в бегах и, соответственно, политзаключенные в тюрьмах или политические изгнанники среди авторитетных священников и епископов. Вот в Португалии епископ второго города по размеру, ну, фактически, во-первых, исторической столицы Португалии, города Порто, во-вторых, второго по размеру после Лиссабона города, он выехал в Ватикан на какой-то... По мне, не уверен, что в Ватикан, но куда-то он выехал по международное какое-то мероприятие, обратно его не пустили. И появился аж целый архиепископ, политический изгнанник в стране, которая официально защищала церковь от либералов и коммунистов. Можно сказать, Александр, что по всем статьям копилось, особенно во второй половине 60-х годов, вот были трещины, пошли по режиму, какие-то заметные, не очень заметные. И тут произошло кардинальное событие, если оно кардинальное. Это физическая смерть Антонио Салазара в 68-м году. Да, там до физической смерти была ментальная смерть. Ну да. Собственно, как раз... Да-да-да, это с его инсультом связано. С его инсультом, конечно, да. Потому что физически он умер в 70-м, а в 68-м произошла, если угодно, его, так сказать, ну, даже не политическая смерть. Политическая смерть вообще, дело его живет, да. Он действительно стал недееспособен, он действительно не был официально, ну, такая возникла двусмысленная ситуация для воевласти. То есть консерватор... Естественно, режим, и как любой режим, имел некоторые фракции. В частности, он был довольно сильно расколот по отношению к войне. Вот были... Ну, три режима, внутри инвенклатуры, были, ну, вот такие, как бы, технократы, европеисты, которые говорили, что Европе и Португалии надо переориентироваться на более тесные отношения с Европой, или вот Бразилия перестала быть португальским владением. И смотрите, как мы с ней прекрасно взаимодействуем. Зачем нам держать под своим управлением вот эти африканские территории? Ну, там, конечно, они не шли дальше идеей федерализации империи. Да, они, естественно, называли это империей, это все называлось республикой. И вообще официальная идеология Португалии предполагала, что это один народ, это вот все, что по разной стороне океанов, в Африке, в Азии, в Латинской Америке, и у нас в Европе, это один, одна нация разделенная вот на нескольких, одна нация на нескольких континентах. Потому что мы такие уникальные. Мы не колонизаторы, как другие в пробковых шлемах, а мы создатели вот такой уникальной, ни на что не похожей, разноцветной, межконтинентальной португальской нации. Но такие явления такие были. И в Анголии, и в Мозамбике создавались такие вот бывших португальцев, европейских португальцев, целые общины были. И людей это напоминало уже английские колонии 18 века в Америке. Уже, собственно, они могли считать себя некой другой нацией. Они отчасти, да, немножко, может быть, напоминало Буров, особенно в Анголии, но численно все-таки они не дотягивали до того, чтобы освоить эти территории, хотя действительно, особенно в ГУО, например, которое, правда, Португалия потеряла в начале 60-х еще, в ГУО португальцы жили с середины 15 века. Не то, что жили. Ну, там, кстати, со временем Вашку да Гаммы. Управляли этой территорией. Но, тем не менее, вот, значит, это был, конечно, удар по официальной этой идеологии одной нации на нескольких континентах, потому что, если вы одна нация, почему же часть этой одной нации воюет с другой, да? То есть они, конечно, пытались всячески списать эту войну в колониях на происки внешних врагов. Ну, действительно, внешние враги являются в Соединенных Штатах, ну, вернее, так, сначала, скажем так, Советского Союза и Кубы, как мы помним, которая посылала туда войска и к советников войска, потом Китая, который тогда не дружил с Советским Союзом, ввел совершенно отдельную, антисоветскую внешнюю политику, но тоже пытался проникать в Африку. И Соединенные Штаты, которые решили не дохватить бывшие африканские, ну, бывшие, тогда еще не бывшие, но потенциально бывшие португальские колонии коммунистам, там вели собственную игру и поддерживали собственных противников португальского правления, чтобы вот этот патриотический африканский настрой шел целиком под под коммунистом. Да. Теперь вот Александр Айдар, да, вот я просто очень хочу перейти к ключевому моменту, который нас, я думаю, с Айдаром тоже и всех нас по непонятным причинам очень интересует. Это история преемника Салазара, история Каэтана, который, насколько я понимаю, уже к концу своего правления он перестал устраивать кого бы то ни было и правых, и левых, и армию, и политическую, хоть и латентную такую оппозицию. Ну да, дело не в том, что он, прямо его свергли, потому что Салазар был крутой, то есть мы должны, да, фиксировать факт, что режим закончился не при его основателе, основатель сначала получил вот этот инсульт и два года доживал, ну, эту историю уже здесь обсуждали, в неведении, считая, что он премьер в неведении своего, своей фактической отставки с 68-го по 70-й год, он был недееспособен, жил у себя дома, но он и раньше правил у себя с приморской своей дачи часто, и действительно вокруг него создавался некий спектакль, в котором он продолжал играть роль премьер-министра, несмотря на то, что передвигался на коляске, почти потерял речь, почти потерял память, тем не менее, вот он, вот это он помнил, что он премьер-министр, и даже баллотировался на выборах, хотя фактически премьер-министром был Марсел Каэтану, человек, который сначала был главой молодежной организации правящей партии, потом, насколько он представлял либеральное, технократическое крыло режима, его выдавили консерваторы, но потом, видимо, какое-то вот ощущение, такой, знаете, вектор воль представителей номенклатуры сложился так к моменту, когда Салазар потерял дееспособность, что вот вы, тем более, что Салазар его когда-то рассматривал преемником, но потом он покинул номенклатуру, он стал ректором университета, потом даже эту должность оставил, то есть он был фактически частным лицом. Он правда протестовал против... Он правда протестовал против репрессий и против студентов, когда студентов побили, да, за это, собственно, его и убрали. Александр, вы говорили, что, собственно, Салазар не стал устраивать некоторых конец своего правления, в особенности молодежи, вот вы выделили, когда пришел к Этану, немножечко это напряжение, оно спало? Оно сначала спало, потому что, конечно, и мы это наблюдали, опять же, в живом режиме, ну, во-первых, оно спало, когда пришел Горбачев, вот человек, который переделает нам Советский Союз так, что это будет нестудная страна. Были такие надежды? Да, он тоже не говорил, давайте ликвидируем Советский Союз, мы хотели все его реформировать как-то. Ну, не все, но, во всяком случае, такие настроения были. Или вот Сирийская весна, так называемая, когда умер Кафес Аласа, старший диктатор, отец нынешнего Башера. И Башер приехал, он вообще жил в Англии, лондонец, док-врач, образованный человек, жена тоже англичанка, фактически, сирийского происхождения. Действительно, они начали какие-то либеральные реформы, но потом все развернулось назад. И вот когда произошел этот разворот, тогда это разочарование отчасти и стало одним из тоже спусковых крючков революции, потому что, когда надежды на некий естественный плавный процесс закончились, стало ясно, что плавно не получится. И ясно, это стало нескольким категориям сразу. В первую очередь военным, тем той части армии, которая устала от войны. Война в тот момент шла уже больше десяти лет, на трех фронтах, и она была невыигрываема. Вот. Она очень походила на советскую афганскую войну, когда, ну, естественно, армия современной западной страны, была вооружена более современным оружием, лучше обучена, и поэтому контролировала города и в дневное время дороги между этими городами, ровно как советская армия контролировала Кабул, несколько крупных городских центров, или американская недавно при Талибах. Да, да, то же самое. То же самое. Ты контролируешь города и дороги, а что там вокруг, а вокруг все, да, контроль исчезает. То же самое происходило в Африке. И военные это видели очень хорошо, и именно те военные, которые не сидели в штабах, то есть не генеральский уровень, а уровень вот капитанов-майоров. И особенность колониальной войны еще стояла в том, что ты воюешь против партизан, поэтому у тебя нет сплошного фронта вот такого, а ты как бы возглавляешь некий отряд, который совершает какие-то антипартизанские рейды, очень большая степень самостоятельности, тем более это происходит на другом континенте, штаб там, ну, понятно, есть местные. И от этого осознания больше, осознания, понимания сути этой войны, невыигрываемости этой войны, оно вот постепенно распространилось именно в среднем звене военных, не в высшем, которые сидели вот в уютном штабе, а вот тех, которые ходили на этих африканских партизан в джунгли. И тут еще Америка проиграла, Соединенный штаб проиграл Вьетнамскую войну тоже каким-то партизанам, тоже в джунглях, и это просто отчаяние. Сама Америка не справилась, а мы вообще кто по сравнению с Соединенными Штатами? Они не смогли, а как мы сможем? То есть настроения были довольно пессимистические, это раз. Второе, вот Каэтану действительно все-таки считался вот таким системным либералом и обещал эту войну прекратить, договориться, значит, политическое решение найти. Вот знаете, когда идет война, всегда рядом есть эта фраза политическое решение, хоть на Ближнем Востоке, там Израиль, Палестина, хоть Афганистан, где угодно, Хуситы, Украина, сразу вот рядом политическое решение. А что за политическое решение? Ну ищите, раз вы политики, вот и ищите политическое решение. А он не нашел. То есть вот он власть 68-й, ну сколько, 68-го фактически, а революция в 75-м, 7 лет, он все ищет политическое решение. Но 7 лет армия устала ждать, когда он найдет политическое решение. И кроме того, первые действительно его годы были, первые каденции, да, 68-го, 73-й, были более более либеральными, чем 73-74-е последние годы, потому что как-то он вот разочаровался в реформах, что-то у него не получается, консерваторы давят, империю реализовать не получается. А что консерваторам? Что генералам? Что генералам? Что правым и крайне правым было нехорошо у Каэтану? Они его все считали либералом? Нехорошо то, что он либерал. Естественно, когда человек и не демократ, и не такой классический жесткий диктатор, он не устраивает ни тех, ни тех. Ну, ни то, ни сё, получается. Ни то, ни сё, да. Вот, знаете, было такое выражение из школьных учебников «половинчатый реформ». Вот он реформы проводит, но они половинчатые, да. Вроде бы он допустил... Нет, на самом деле, конечно, перемены были. Стилистические перемены были разительные. Потому что Каэтану, ну, Акс Лазар был такой классический мрачный диктатор из замка. Он очень мало общался, очень мало ездил, у него не было семьи, или, во всяком случае, неизвестно, ну, людям было неизвестно личная жизнь, но его прятал, ну, там, судя по всему, её как таковой и не было. Вот, потом у него не было детей, он очень мало появлялся даже в телевизоре, не говоря вот так, чтобы с живьём с кем-то общаться, а, в общем, был такой тайный затворнический образ жизни. А тут ровно наоборот, он стал ездить, стал показывать свою семью, вот, в этом смысле, такая немножко Горбачёвская такая перемена. Все увидели, как выглядит жена Каэтана. Да, он стал вести семейную передачу еженедельную на телевизоре, вот, чуть ли не вот такой, знаете, семейный разговор. Поехал за границу, чего не делал никогда, с Вазар, поехал в колонии, чего не когда, вот, он такой стал, конечно, более открыт. Переименовал, пытался переименовать правящую партию и пытался переименовать спецслужбы в определённые рамки поставить процедуры политических всех этих арестов, допросов, пыток, там, пытки ограничили. Ну, то есть, не то, что вот формально, да, ну, действительно, людям, чтобы вот этого не было безобразия. И, ну, были какие-то вещи, которые действительно можно ценить, положить. И даже первые выборы при нём прошли в более свободной атмосфере. Опять все места получила правящая партия, но она была представлена разными крыльями, обновил состав парламента, в парламенте появились демократические платформы, да? Ну, вот появились некоторые, да, появились некоторые, вот, вот. Но дальше он уперся в вопрос, который, собственно, уперся и в своё время, и Хуан Карлос, преемник Франка, вместе со своим премьер-министром Суаресом. Ну, вот хорошо, ты либерализовал режим, но дальше ты упираешься в вопрос о власти. Ты готов либерализовать его настолько, что оппозиция может взять власть? Или не готов? И вот они, эти две страны, по-разному ответили на этот вопрос. Испания, где тоже преемник, диктатор, основатель его власти оказался во главе страны Хуан Карлос и его правительство, ответили положительно на вопрос о передаче власти оппозиции. Они сказали, да, мы готовы построить такую политическую систему, где мы можем проиграть выбор. А Каэтану нет, он оказался не готов. То есть оппозиция, да, пусть они с нами спорят, пусть они нам что-то советуют. Вот оппозицию он продолжал воспринимать как добрых советчиков, людей, которые конструктивно критикуют, предлагают, но как только они пытаются взять власть, они, в общем, не начинают рассматриваться как враги. Да, вы предложите что-нибудь дельное. Вы предложите что-нибудь дельное, да. Да, да, да. Есть ли у вас план на будущем? То есть оппозиция внутри автократии, вообще говоря, часто самой диктатурой рассматривается скорее как некий пул советников благонамеренных, чем люди, которые хотят сами поуправлять. И как только выяснилось, что оппозиция это люди, которые хотят сами поуправлять, у Каэтана начался некий откат. Значит, войны нет, люди, которые поддерживали общество, та часть общества, которая поддерживала либерализацию, она называлась Марселисской весной, там Марселлу Каэтана, вот Марселисская весна, перестройка такую, разочаровались. и еще вот эта обида, важный момент, ошибка, обида среди военных среднего звена, он уравнял в правах, в званиях военных, которые, ну, фактически студентов, которые заканчивали военные кафедры, гражданских вузов, и тех военных, то есть они стали получать звездочки вот капитана по выходе с этих военных кафедр, ну, даже не сразу, там они сборы проходили, такое есть мюзиан. Ну, это, это оскорбление. Да, и военные кадровые, которые заканчивали военные школы, которые шли к этому капитанскому званию 5-10 лет, с командировками в Африку, с боевым опытом, и вдруг вот они оказались на одной ступеньке, в одном звании с этими вот гражданскими студентами вчерашними, и это тоже поначалу вот то зерно, из которого вырос мятеж 25-го апреля военный, оно было таким, вот что-то пригожинское у него было, петиционным, давайте расскажем нашему лидеру, что это несправедливо, да, давайте расскажем нашему лидеру, что Шойгу, так сказать, плохо чего-то там делает, плохо подвозит снаряд, да, давайте расскажем. Там как раз не было речи о свержении власти, да, то есть это была борьба против Министерной обороны. Сначала не было, сначала давайте, значит, донесем мысль до нашего лидера, что это несправедливо. В том, вроде мысль донесли, а ничего не происходит, значит, война, опять же, не заканчивается, звания вот эти продолжают выдаваться гражданским специалистам, воинские. Ну и новые выборы 73-го года прошли гораздо менее демократично, чем выборы 69-го. там оппозиция их бойкотировала. Ну и сложилось вот ощущение такого тупика, и да, внутри вооруженных сил возникла эта организация «Союз капитанов», которая сначала возникла для того, чтобы вот отстоять свои корпоративные интересы, кадровых военных среднего звена, вот этих вот с боевым африканским опытом, и очень быстро, в течение нескольких недель, месяцев, может быть, она переросла в организацию политическую, настроенную на свержение власти путем военного переворота, то есть они не планировали устраивать революцию, они планировали устроить военный переворот. Александр, у нас очень мало времени, и вот несколько коротких вопросов, почему так легко, почему так легко оказалось свернуть режим? Потому что выяснилось, что нет тех сил, которые внутри армии, которые готовы всерьез воевать со своими братьями, ну, во-первых, военный переворот начался удачно, то есть люди пришли в столицу, заняли ключевые посты, позиции в столице и выяснить, что армии, которые, по крайней мере, в столице готовы им противостоять, нет, это раз, а второе, выяснить, что очень быстро военный переворот перерос в, по крайней мере, в столичную революцию, потому что гражданское население столицы пришло радостно приветствовать военных и, так сказать, объединилось в некую, выступил с единым требованием отставки действующего главы и вообще ликвидации режима. Ну, и Кайтану не был, во-первых, тем человеком, видимо, имея все-таки определенный либеральный бэкграунд, который готов был устраивать тень и мэнь, там, может быть, на его месте какой-то другой человек всех бы расстрелял, это раз, но второе, выяснилось, что, выяснилось, что, может, не было и армии, которая готова расстрелять эту толку, это же тоже важно, кто выполнит приказ, а вот ты отдаешь некий преступный приказ об уничтожении доставших военных гражданского населения, собравшегося в столице, но если у тебя те люди, которые приказ точно выполнят, это вот переименованные спецслужбы, это ПД, она ДЖС в тот момент называлась, в принципе, готова ее было выполнить, но это спецслужбы, у нее нет таких сил, так сказать, с танками, с налетами, А формирования у них не было у ПД, как-то такими. Ну, у них были, у них были, да, у них были просто люди со стрелковым оружием, но, естественно, у них не было боевой техники, серьезно, которая в этом случае была нужна, потому что военные, оставшие военные пришли в город с техникой, к минимуму, нужна была техника. А той армии, которая готова была бы выполнить приказ разгонять толпу, выяснили, что режима тоже нет. Да, не все примкнули к восстанию, это тоже очень важно, да, это же тоже стратегия, есть стратегия, вот, смены режима, есть стратегия поддержки, есть стратегия, ну, невмешательства, наблюдения, вот большая часть армии, избрала стратегию, да, 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 это малый процент вооруженных сил Португалии принял участие в мятеже, но огромный процент вооруженных сил, большая часть вооруженных сил Португалии просто на это смотрела, и даже те части, которые подошли в столицу, и которым их командиры давали приказ открыть огонь по восставшим вот этим капитанам, они просто этого не делали, да, вот не делали и все, вот на этом моменте, и режим, который существовал 40 лет, развалился меньше, чем за сутки, да, он в одночасье практически, да, вы своим глазам не поверили, как так вообще, что же мы, что же так долго ждали-то, ну вот так, я очень хорошо помню, какое-то было неожиданное событие везде, во всем мире, и каким невероятно романтичным оно нам казалось, и когда первая вещь, которую я видел 19 августа 91-го года, когда приехал на ЭХО, я увидел, как на Манежной площади девочка в орудии БМП вставляет гвоздику, да, это, это я видел, значит, помнят, подумал я сам себе, и значит, все это окончится так же, спасибо, Александр, большое, мы напомнили, если что, напомнили, да, хорошо, друзья, спасибо, мы будем разбирать наш номер, сегодня огромное спасибо Александру, и я думаю, что те книги, еще ко всему, которые разбирают конец и разные концы режимов, потому что те же самые греки, испанцы, и некоторые другие тоталитарные режимы, в общем-то, они были несчастливы не всегда абсолютно одинаковы, и очень и очень важно проследить, как это будет, и если это не происходит по какому-то одному лекалу, то это не значит, что режим не падет, вот, спасибо большое, Айдар, мы завершаем, Александр Баунов, Сергей Бунтман, Айдар Ахматиев, да,